В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Памятные медали к 90-летию Ленинского района вручили сотрудникам Видновского ПТО ГХ. Именно сотрудники ПТО ГХ, незирая на принадлежность этих сетей, в том числе, приходят на помощь нашим жителям. Новая форма контроля за деятельностью управляющих компаний получила название «Час ЖКХ». Сегодня из 936 многоквартирных домов у нас с вами подписан паспорт готовности по 668 домам, то есть 71,4%. В Расторгуевском парке Видного состоялся праздничный концерт, посвященный Дню государственного флага России. Мы горды за нашу Родину, за наш флаг, воспитываем, так сказать, патриотический дух у детей. Сотрудникам производственно-технического объединения городского хозяйства вручили памятные медали к 90-летию Ленинского района. На протяжении 32 лет предприятие предоставляет жителям и организациям муниципалитета горячую воду, тепло и электричество. Наша съемочная группа побывала на торжественном мероприятии. Работники производственно-технического объединения городского хозяйства – бойцы невидимого фронта. Ведь их труд люди практически не замечают, но ощущают каждый раз, когда включают свет или горячую воду. Несмотря на это, за малейшие просчеты жители их часто ругают. Глава муниципалитета Валерий Венцель исправил такую несправедливость, вручив сотрудникам памятные медали и отметив достойную работу предприятия. Служба патриотического хозяйства – это служба, которая первая приходит на помощь, будь то отключение водоснабжения, электричества, неважно, любой сферы деятельности. Именно сотрудники патриотического хозяйства, не зирая на принадлежность этих сетей, в том числе, приходят на помощь нашим жителям. Среди 39 медалистов – главный инженер предприятия Андрей Асеев. Из последних достижений рабочего коллектива он отмечает завершение проекта по строительству насосного коллектора в Купеленке. Однако о себе специалист говорит куда скромнее, нежели о своих коллегах. Наши сотрудники каждый день на боевых постах, на очистных сооружениях, на канализационных насосных станциях, на водозаборных узлах, на всех тепловых пунктах и, конечно же, на наших котельных. Обеспечивают теплом, водой в постоянном режиме, круглосуточном режиме. После вручения медалей сотрудники отправились на рабочие места, ведь сейчас предприятие планомерно готовится к отопительному сезону. Налаживает, проверяет и ремонтирует инженерные системы, чтобы тепло зимой было в каждом доме. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В здании администрации муниципалитета состоялось заседание, которое получило название «Час ЖКХ». На него были приглашены представители управляющих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа. Они отчитались об итогах работы перед главой муниципалитета Валерием Венцелем. Вел заседание заместитель главы администрации Александр Усков. На повестке совещания стояло несколько острых тем, касающихся оценки эффективности работы управляющих компаний. Одним из первых рассмотрели вопрос задолженности организации перед поставщиками ресурсов. Мы видим в целом рост задолженности по группе компаний «ПИК». Мы видим рост задолженности по ДЭС-6. Но, тем не менее, другие компании снизились. Однако присутствуют цифры, которые вы все видите на слайде. Мы выбрали шесть наиболее крупных потребителей ресурсов. И вы видите, что суммы достаточно значительные. Также заместитель главы администрации представил график задолженности населения за услуги ЖКХ и потребовал от представителей управляющих компаний активнее вести работу с жильцами, в том числе и с помощью исковых обращений в суд. Далее перешли к подготовке к отопительному сезону. Сегодня из 936 многоквартирных домов у нас с вами подписан паспорт готовности по 668 домам, то есть 71,4%. 19 управляющих компаний сдали паспорта готовности. К 1 сентября все управляющие компании должны обеспечить сдачу домов в эксплуатацию 100% и подписать паспорт готовности юридического лица. Особое внимание было обращено на исполнение обязательств по государственной программе «Мой подъезд». Плановое задание на 2019 год – 193 подъезда. На сегодняшний день в системе ГАСУ занесены только 85 подъездов. Мы должны завершить программу к 1 октября 2019 года. Хотел бы, конечно, обратить внимание и поблагодарить работу муниципальной управляющей компании ЖКХ, которая сегодня выполнила более половины подъездов и на этой неделе уже вошла на завершающую стадию по всем 122 подъездам, которые установлены в плановом задании. На заседании также обсудили содержание придомовых территорий. Глава муниципалитета напомнил представителям управляющих компаний, что они обязаны прислушиваться к пожеланиям жителей. Застройщик на вас повесил содержание этих земельных участков. Вы на себя эту ответственность взяли. Ну так будьте добры, исполняйте. И ваши взаимоотношения с застройщиком, они должны быть более прозрачны и понятны. Там такие площадки, я все вот по детским игровым площадкам прохожусь, и спортивные площадки, которые уже все, их надо менять. Точка, их надо менять. И это нужно поставить себе в план график. Представитель жилищной инспекции Валентина Миронова обратила внимание собравшихся на необходимость оперативного реагирования на жалобы граждан в единую диспетчерскую службу и на портале Добродел. К некоторым нарушителям сроков она обратилась персонально. Вы написали срок до 1 августа. 1 августа человек ждал, он закрыл заявку. 2 августа заново пошла у нас. И теперь она у нас тоже не закрыта. Это что такое вообще? Ну ладно, я эту информацию немножко упустил из-за того, что у меня... И что упустил-то? Ну, до конца следующей недели установка будет осуществлена. Главный посыл, с которым обратилось руководство района к представителям управляющих компаний, что за их работой осуществляется круглосуточный контроль. И теперь любое игнорирование жалоб и пожеланий граждан будет рассматриваться отдельно. А час ЖКХ с анализом работы управляющих компаний будет проводиться на постоянной основе. В целях разумной экономии средств собственники жилья в многоквартирных домах могут установить общедомовой прибор учета тепла. Что для этого нужно сделать и велика ли экономия, расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Людмила Лернер уже несколько лет занимается вопросами жилищно-коммунального хозяйства в статусе руководителя Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов и не понаслышке знает, как сэкономить на услугах ЖКХ. Один из способов – установка общедомового прибора учета тепла. Если в доме такой прибор не установлен, то в платежках жильцам приходит сумма по определенным нормативам, которое существенно бьет по карману. Являясь председателем Совета дома номер 25 по проспекту Ленинского комсомола, Людмила Лернер инициировала установку такого счетчика. Количество тепла, которое подается, оно фиксируется. И у нас не совсем простой прибор. Он у нас импульсный. То есть там нельзя подкрутить. Ну, то есть есть и минусы, и плюсы. Поставщик ресурсов не может сделать какие-то регулировки в свою сторону. Так и собственники тоже. То есть он более точный, скажем так. Была найдена организация, занимающаяся производством и установкой приборов учета. Вот это вот расстояние нам 80 сантиметров прямой линейного участка достаточно для того, чтобы установить наш узел учета. Кроме всего прочего, так как передача информации осуществляется с помощью цифры или импульса, у нас нет большого количества проводов. У нас одна витая пара, которая выходит с преобразователя расхода и доходит до вычислителя. Иными словами, прибор очень компактный и не вызывает сложностей при монтаже. Особенно в домах, возведенных за последние десятилетия. Сама установка займет около часа. Затем должны пройти пусконаладочные работы в течение трех суток. Проект мы изготовим в течение недели. Проект будет готов. А все остальное зависит уже от жителей дома. Проголосовать за установку и собрать денежные средства жильцы могут на собрании собственников жилья. По словам специалистов, прибор окупится примерно через год использования. Дмитрий Книга, Александр Будников, Елена Кошелева, Видне ТВ. Уже четверть века в России отмечается День государственного флага. По всей стране проходят торжественные мероприятия, где под единым стягом собираются многочисленные жители. На праздничном концерте в Расторгуевском парке Видного побывала Екатерина Коваленко. С праздником! Цвета российского триколора на одежде, на баннерах – все дают дань уважения одному из основных символов нашей страны. В этом году празднику уже 25 лет появились традиции, и с каждым годом под единым флагом собирается все больше людей. Это день главного символа нашего государства. Это, прежде всего, вера в наше государство. Это знамя наших побед, достижений. Самое главное в этот день, чтобы над нами было чистое мирное небо, и наш флаг развивали ветра только позитивных перемен. Несмотря на то, что День флага не является официальным выходным, отмечается он с размахом. В Расторгурский парк пришли десятки и сотни горожан, и праздник получился красочным, таким же, как наш флаг. Повсюду организовали многочисленные флеш-мобы и мастер-классы. А со сцены лились душевные русские песни. Программа концерта подобрана очень тщательно. Каждое выступление трогает за душу и, конечно, объединяет людей. Нам все очень нравится. Мы любим такие мероприятия. Мы горды за нашу Родину, за наш флаг. Воспитываем, так сказать, матриотический дух у детей. Показали свой зажигательный номер и артисты танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс». Ребята регулярно отстаивают честь российского триколора на чемпионатах и соревнованиях. И каждый раз, по признанию танцоров, трепетно и до дрожи в коленках. Это, конечно, волнительно очень, но мы всегда очень сильно стараемся, чтобы нашу страну все любили, уважали и могли гордиться. Мы стараемся с честью и доблестью нести наш российский флаг по миру, по различным, я бы сказал, соревнованиям мирового масштаба. История флага насчитывает несколько веков, и она также неоднозначна и полна событий, как и история самой России. Неспроста его цвета олицетворяют все самое важное. Белый, синий, красный. Почему эти цвета на флаге? И хотя единого мнения нет до сих пор, все же считается, что именно они символизируют черты нашего народа. Так белый говорит о благородстве, красный о мужестве и силе воли, а синий символизирует умение любить. Завершающим акцентом праздника стал вынос российского флага длиною почти 50 метров. Юные артисты с чувством гордости держали в руках огромное полотно нашего трехцветного символа. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Проект историко-культурного центра «Стихи живут» продолжает расширять свои границы. Следом за московским коксогазовым заводом и мотобольной командой «Металлург» в поэтических чтениях приняли участие сотрудники троллейбусного парка города Видное, которые рассказали стихотворения Эдуарда Успенского, Вадима Левина и Евгения Зубова. Анастасия Воронина выслушала чтецов. «Стихи живут, потому что они продолжают звучать». Сотрудники Видновского троллейбусного парка поддержали проект методиста-историко-культурного центра Натальи Замариной и прочли несколько поэтических произведений, посвященных своей профессии, одним из которых стало стихотворение Евгения Зубова. «С отчаянной мольбой ему кричим на перебой, Шофер, голубчик, просим, сверни с дороги в осень». Поэт живет в каждом из нас, считает Наталья Замарина. Поэтому не стоит стесняться, нужно действовать. «Задумываешься, почему ритмически организованные строки, да еще подкрепленные рифмой, так западают в душу? Почему они отвечают на какие-то наши вечные вопросы? Поэт знает правду и спешит делиться этой правдой, своей правдой, с людьми. И правда поэта становится нашей правдой, что нас объединяет». Видновский троллейбусный парк начал свою работу с сентября 2000 года и без малого 20 лет является неотъемлемой частью города. А для Татьяны Скорининой он стал вторым домом, в котором она не только выполняет свои профессиональные обязанности, но и вместе с другими сотрудниками ухаживает за его территорией. Облагораживает фруктовый сад, выращивает овощи и сажает красивые цветы. «Все свободное время и все несвободное время, оно посвящается парку. Поэтому приходишь на работу рано и уходишь поздно. И все здесь, вся душа здесь остается». Галина Фомочкина всю свою жизнь проработала в транспортной отрасли. Будучи старшим контролером, она выбрала стихотворение, смысл которого передало всю ее любовь к своим пассажирам. «Про пассажиров можно рассказать. Очень разнообразные пассажиры, каких только нет. И добрые, и сердитые, и каких только нет. Но мы стараемся как-то уладить все это, где-то улыбнуться, где-то что-то. Помогаем сумке. Даже те же самые старушки, которые заходят в троллейбус, вы знаете, у них в другой раз такая сумка. Мы вот, я вот вроде сильная женщина, и то с трудом могу поднять ее сумку. Но ей надо помочь». Проект «Стихи живут» уже смог привлечь своей искренностью людей разных профессий. Но это только начало его пути. Осенью самые юные граждане города Видное тоже примут участие в поэтических чтениях. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ. Хорошая новость для тех, кто ценит качественную телевизионную картинку. С 26 августа телеканал «Видное ТВ» начинает вещать в цифровом формате. Несмотря на то, что окончательный переход на цифровое вещание в России произойдет только 15 октября, мы сделали это одними из первых среди всех муниципальных телекомпаний Московской области. Теперь вы сможете насладиться высоким разрешением художественных и документальных фильмов, программ и передач на нашем телеканале. Естественно, и новости теперь будут выходить в лучшем качестве. Настройте ваши телевизоры на новую частоту и смотрите обновленный телеканал «Видное ТВ». И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова